Тема сегодняшнего видео это формат HEVK H.265 на Т2 приставках и это приставки будущего. Почему? Об этом я расскажу в этом видео, но сначала немного об этом формате, чтобы была понятна вся картина. Еще в 2013 году придумали формат HEVK, но только на данный момент он начал появляться в жизни. Что же это за формат? Я под этим видео оставлю ссылочку на вот эту статью, с которой я все вам рассказываю. Почитайте подробнее, кому интересно, а я расскажу вам кратко, но понятно. Формат предшественник H.264, который очень хорошо детализирует видео, вот мы видим его правой половинки, благодаря вот этим мелким квадратикам. В случае же с форматом HEVK H.265, более современным форматом, он детализирует только основное, то что мы смотрим, очень четко. А общий фон он сильно не детализирует. То есть общий фон будет хорошего качества, но не лучшего. А именно происходящее, главное на экране, за чем обычно следит человеческий глаз, производится в высоком качестве. Что это дает? А дает это следующее. Вот возьмем табличку, из которой очень хорошо видно, что формат H.264, вот он красненький, допустим, возьмем 4К, и данный фрагмент видео займет 16 гигабайт. В случае, если же у нас будет формат H.265, он займет половину от этого, то есть 8 гигабайт. И примерно так же с остальными форматами, там плюс-минус небольшой. То есть получается, мы видим картинку хорошего качества. Вернемся к старой картинке. Мы видим ее хорошего качества за счет того, что главные герои и все происходящие события очень хорошо детализированы. Мелким квадратиком, вот тут мы видим, изображается. Точно так, как на H.264. А основной фон более крупным пикселем идет. Не так сильно детализируется, но этого достаточно вполне. Качество все равно хорошее. Вот за счет этого и получает H.265 в два раза меньше, чем его предшественник. Помимо того, что на всяких там флешках закачанный фильм в формате H.265 занимает меньше места. Это, конечно, приятно, допустим, пользователям. Но главный здесь смысл именно то, что я говорил в самом начале о Т2 приставках. Допустим, возьмем садком Т.505. Мы видим АВЦ. Эта приставка не может воспроизводить трансляцию Т2 телепередач в H.265. А вот их аналог, тот самый садком Т.505, но уже ХЭВК, он воспроизводит Т2 трансляцию в этом формате H.265. А так как H.265 занимает меньше места, то на той же частоте можно всунуть больше каналов. То есть садком у нас популярная Т2 приставка на Украине. На Украине 32 канала. Ну, сейчас где-то там 33-34 уже засунули. Но если бы трансляция была в ХЭВК, то можно было бы в два раза больше. То есть на каждой частоте не по 8 бы каналов было, а по 16. Такая система уже работает. Работает она в Польше и в самой Москве. То есть если вы в Польше включите приставку без поддержки H.265, вы не сможете увидеть частоту в ХЭВКе. И канала у вас будет меньше, так как будет и старая частота по-любому работать, и новая. Не так, что сразу все переключится на ХЭВК. Какие-то частоты останутся по-старому, какие-то уже по-новому. Но для этого необходимо поменять также оборудование и на телевышках. А это очень дорогой проект, и подозреваю я это быстро все-таки не будет. Но как таковое прогресс к этому идет. В свое время можно провести параллель со спутником телевидением. Были SD-тюнера, после чего появился формат HD, MP4, DVB-S2 поток. И все эти преимущества можно было увидеть только на новых современных спутниковых тюнерах. Каналов больше, на старых меньше. Точно так в будущем будет и с Т2 приставками. Но не стоит кипишить, так как быстро это делаться не будет. На это уйдет еще много лет. И будет ли вообще, скажем, когда-либо это сделано. Но все же это уже технология есть, и мир к этому уже идет. Сама приставка с форматом HEVK стоит совсем на немного дороже, чем обычно без нее. Поэтому, если вы хотите сейчас приставку купить, можете смело спрашивать приставку с поддержкой HEVK H265. Так как легче на сегодняшний день немножко переплатить, и у вас будет поддержка нового формата на вашей Т2 приставке. Еще раз напоминаю, под этим видео я оставлю ссылочку на эту статью. Кому интересно, может перейти и подробно почитать об этом формате. А я на этом буду завершать это видео. Всем пока.